шалом уважаемые с вами снова ли я механик и это 31 выпуск видео ряда перекличка и посвященном как вы успели заметить одно из самых любимых моих вещей в коллекции это панония tlf с боковым прицепом дуна ok3 первого поколения как вы видите панония tlf это в полу разобранном состоянии то есть движок даже тут просто накинут в общем-то этот мотоцикл одним из первых который начал поставляться в ссср выпускался он с 58 по 63 год под одним источником по другим до 65 то есть там до конца правды к сожалению не удалось узнать от t5 привычно отличался двигателем он был менее мощным порядка 12-14 лошадей не имел здесь вот ребер охлаждения этот цилиндр скорее всего более позднее модели кстати движок 250 кубовый вот тут скорее всего вот этих прорези не было насколько я помню записки по форуму на верхней крышке где был указатель коробки передач был такой специальный сапун из еще одних особенностей его большого бака это был фильтр с металлическим отстойником очень кстати редкая вещь за негода гонялся очень долго также если вы успели заметить эротичный перец стоп-сигнал виде перца с габаритом то есть очень редкая деталь я уже брал даже в такую вытвешил чтобы у меня она была ступицы как вы успели заметить вот тормозные механизмы барабанного типа имели увеличенную ступицу 200 миллиметров как видите она немного в худшем состоянии чем хотелось но на тот момент то что было на рынке то и брали подвеска задняя все тоже маятник с пружинными амортизатором передняя телескопическая с пружинными амортизаторами одно из замечательных особенностей это старая панония у нее идет металлическое переднее крыло не пластика пластика на более поздних моделях ты 5 пошло электрооборудование 6 вольтовые тут бардачки должны стоять но их сейчас нет потому что это все дело в полуразобранном состоянии а коляски это коляска дуна ока 3 первого поколения как вы успели заметить с круглым крылом со слезом не квадратное крыло тоже я нашел отдельно к ней большую ступицу и самое интересное что я ценю вот эту раму она идет еще без амортизаторная торсионная с регулировкой то есть берем вот этим рычагом регулируем жесткость подвески там так еще там начать не получится конечно все закише это дело полуразобрана обивка по моне внутри коляски мелую обивку сейчас конечно подлокотничков нет они нам такой небольшой провизирной реставрации но это будет поставлена на место и самое замечательное чем ценится коляске панони это вот передняя крышка пропеллер эта коляска шла ко мне вот с таким вот большинным нержавеющим диском который к сожалению тут сейчас в полчаса долбался не смог открутить но отдельно я уже с другой люлькой докупал вот такой вот красивый эротичный пропеллер то есть если вот общим планом на все это безобразие но не смотрится панонинская коляска без пропеллера тогда когда они впарили кастрюлю даже все потерял тот же свой шар данный мотоцикл и коляска были куплены в разных городах коляска была куплена еще в конце 2012 года в городе харьков а вот мотоцикл без фары без краника только мотор кстати без головки был куплен в донецке то есть это был донорск судя по всему потому что сначала это объявление было машина была с документами потом ребята продали документы за тысячу скинули мотоцикл уже то есть ну как шрот я смотрел много чего было снято например краника такого не было заводского перца естественно небо потому что она это объявление очень долго я в архивах находил где еще были некоторые запчасти на нем ну и тому были рады эти вещи у меня были до того как этот был мотоциклен куплен я просто брал потому что это редкий планировал покупать такую паноню и в итоге моя мечта сбылась хоть некомплектная но все же я ее взял потому что ну мне нравится лично панони на больших ступицах потому что ну дальше если все помните на маленьких уже не то уже не то поэтому я ее планирую восстанавливать будет она в синий цвет покрашена хотя тут есть такой момент бак если посмотреть вот белая краску черный был а вот если присмотреться на вот этот кусок рамы если можете заметить то скорее всего рама была красный возможно и тут была сборная солянка у нее есть проблем также могу сказать сейчас если заметите а вот здесь вот видно сбиты держатели подножки то есть она не самостоятельно произвел небольшие манипуляции чтобы она как-то могла постоять бралась она по цене фактически на тот момент это было 1000 гривен 2013 год то есть 125 долларов по факту брал я по цене вот передних задних колес потому что одно колесо с резина стоит порядка 500 гривен вот именно с большой ступицы это очень редкие колеса я решил брать купить к этой коляске сначала купил вот эту коляску с круглым крылом а потом уже к ней докупил мотоцикл то есть я купил коляску скупил это отдельное колесо и случайно потом еле выводить этих пацанов купил весь мотоцикл характеристиках не буду говорить все что мог я рассказал кстати одним из моментов который первый раз постиг на панони вот это вот верхняя третья точка крепления двигателя то есть вот тут крепится на раме тут еще сверху на свое первое панони вот эта вещь у меня не было то уже потом когда купил этот мотоцикл я заметил эту вещь и понял что я не до конца тогда и подсобирал так что благодарю всех за внимание 31 серии переклички считаю закончены следующих серий всем пока